Я готов пойти на любые экспертизы, хоть с гипнологом, хоть с психиатрами, хоть на полиграфии, без разницы. Я знаю, что я не брал его 100%, 200%. Весной этого года Андрей Житких стал получать извещение от одного из банков Екатеринбурга с требованием рассчитаться за потребительский кредит. Сначала мужчина посчитал это ошибкой, ведь никаких кредитов он никогда не брал. Однако летом ему пришло новое письмо уже из суда. На заочном слушании его признали виновным и обязали выплатить банку 50 тысяч рублей. Мужчина незамедлительно обратился в полицию. В результате расследования выяснилось, что Андрей оказался жертвой мошенников. Кредит оформили без заявителя и оригиналов документов. В этой ситуации гражданину необходимо, во-первых, обратиться с заявлением органов полиции, которые проведут проверку, каким образом сотрудники банка смогли оформить этот кредит и сделать его должником по кредитному договору. Во-вторых, обязательно необходимо обратиться в суд, который вынес судебное решение. Продолжение следует...